Ничего-ничего, я три года ждал, часом больше, часом меньше. А почему три года? Потому что. А что такое три года? Я три года назад говорил о том же, о чем я сейчас буду говорить. Ну, не все слышали, плохо говорили, тихо говорили. Не те условия были, сейчас всех зажали. Наконец-то я дождался спустя три года, что народ сам попросил провести обучение по правозащите. Значит, чтобы эффективно заниматься правозащитой своей собственной, я никого ни к чему не призываю, я буду рассказывать свой опыт, как я научился эффективно заниматься правозащитой. Я не буду с самого начала рассказывать, как я весь путь проходил, я расскажу, что сейчас вам нужно, исходя из всего моего опыта, и не только моего. Первое, это научиться вести аудиозапись. Запись аудио включается, у каждого с собой телефон. Есть множество программ, которые включают диктофон. Причем, вне зависимости от того, включен или выключен телефон. Включаться нужно до захода куда-либо. То есть, если я иду в так называемый суд, если я на машине приехал, я прямо в машине включаюсь, а выключаюсь только тогда, когда обратно сел в машину, а иногда даже, когда только домой зашел. Потому что на обратном пути может произойти все, что угодно. Это неоднократно было проверено, и даже во время нахождения в каком-либо объекте, здании, ни в коем случае нельзя прерывать запись. То есть, для суда очень важно непрерывная как и аудио, так и видеозапись. Никаких вырезок и остановок, и никаких пауз. От и до. То же самое касается, когда вы идете, если вы научитесь вести аудиозапись, доведете это до автоматизма, то это вам пригодится не только при правозащите, но и в том числе при отставлении своих интересов в так называемых судах для ведения собственного аудиопротокола. То есть, вне зависимости от того, начали вы снимать видео или не начали, у вас отдельным потоком должна работать программа, которая ведет аудиозапись. Все, аудиодорожка у вас в любом случае должна остаться. Я на данный момент использую два телефона. То есть, я постоянно дублирую все, что у меня происходит. То есть, у меня аудиозапись ведется на двух телефонах одновременно, отдельными программами. Вне зависимости от того, включен или выключен экран телефон. Это очень важно. То же самое аудиозапись относится к звонкам. Есть множество программ, которые автоматически пишут звонки. Это тоже самое важное, самое приоритетное, что вы должны научиться. То есть, при поступлении вам любого звонка, многие мне звонят, жалуются, у меня там такая-то проблема. Позвонил неизвестный, то ли участковый, то ли полицейский, не помню кто. Что-то мне там наговорил. И что делать, не знаю. Ни фамилии, ни звания, ни должности, ничего не выяснил. Аудиозапись всегда это позволяет восстановить и прослушать. Даже если вы там... Эта привычка вам пригодится даже в БТУ. Допустим, такси вызвали, вам поступает звонок. К вам приехала Тойота такая-то, номер такой-то. Вышли на улицу, забыли, где, кто стоит, множество машин с включенными фарами, кто из них, кто неизвестный. Включаешь телефон, аудиозапись, включил, прослушал, номер такой-то, отлично. Вот он стоит. Не будешь же каждый в машине подходить и спрашивать, где, кто, как. То есть, это первое, чему вы должны научиться. У меня все это дублируется на двух телефонах. Один телефон, я не знаю, в карман положил, второй держишь. Можешь один забыть, другой забыть. В общем, у меня два телефона, они абсолютно друг друга взаимозаменяют. Если я с кем-то иду, то это мне помогает фиксировать ситуацию с разных сторон. Допустим, с кем-то иду куда-то, я один телефон отдаю товарищу, один с собой несу. Он, допустим, его кто-то отвел из полицейских, с ним разговаривает. На мой телефон то, о чем мне говорят, ничего не запишется. Будет слышно только меня. У меня тут ничего не происходит, тишина. Но они, стараясь скрыть от меня то, о чем они разговаривают, скажем так, не знаю, там о чем разговаривают. Телефон-то тот, тоже пишет. Понимаете? Вот это тоже очень полезная фишка. Я не знаю, хватит у вас денег на второй телефон или не хватит. У меня вообще-то три телефона. Один лежит в запасе всегда в сумке. И он тоже настроен на то, чтобы всегда, в любое время, в течение как минимум суток, беспрерывно вести аудиозапись. Аудиозапись занимает примерно раз в 10 меньше, чем видеофайл по той же продолжительности. Потому что видео это всегда 30 кадров в секунду. То есть картинка, 1920 на 1080, у многих стоит разрешение. Можете поменять его, настроить. Но видео всегда занимает большой объем. Поэтому первое, что нужно научиться, это вести аудиозапись. Аудиопротокол происходящий. В том числе запись звонков. Очень помогает. Когда мне звонят, кто-то позвонил, что-то наговорил, непонятно что. У многих после таких звонков может возникнуть паника. Так вот, чтобы эту панику погасить и разобраться, что же на самом деле произошло. Включаешь аудиозапись, прослушившись несколько раз, можешь перекинуть к другому правоведу. Там у человека кто разбирается в данном вопросе. Допустим, позвонили из опеки или там участковый позвонил. Или какой-то юрист, или какой-то там опрос проводят. Ты понятия не имеешь, что это такое. И чтобы людям не пояснять на словах, не включать испорченный телефон. Ты просто аудиозапись перекидываешь, и все слышат первое источник. То есть испорченного телефона нет. Вопрос? Да. А должны ли мы, например, предупреждать о том, что мы ведем что-либо? Съемку, запись или еще что-то? Потому что в некоторых моментах же суд не признает, если не было предупреждений. Если вы заранее знаете, что данная аудиозапись будет предъявлена в суде, то предупреждать надо. А если я не знаю, вдруг она понадобится, вдруг она будет? Вы можете предоставить аудиозапись в суду, не указывая источник. Я, как журналист, имею право не раскрывать источники той информации, откуда она мне пришла. Я, как журналист, имею на это право. Я не обязан доказывать, рассказывать, где это было записано, на каком устройстве, как. Ну, насколько я знаю, в юридических вопросах, когда прикладываются либо аудио, либо видео доказательства, либо фото доказательства, обычно указывают, на какую модель была снята и записана. То есть, допустим, у меня Vivo V19, модель такая-то. А если еще и ты собираешься ввести аудио-видео протокол в суде, то ты обычно указываешь еще и серийный номер. То есть, они могут проверить, что, да, действительно, вот этот телефон, на этот телефон заявлено на ходатайство, там, или возле воли заявления, будет проведиться аудиозапись. Все, тогда претензий вообще никаких не должно быть. Согласно Конституции, статья 29, имею право на сбор информации любым законным способом. Аудиозапись у нас ничем не запрещена. Как журналист или как человек? Как человек. В целом безопасности, глава ли? Это называется аудио-протокол, фиксация возможных правонарушений и преступлений. Потому что я занимаюсь правозащитой, и мне иногда поступают угрозы. С этой целью, в принципе, я и занялся видеоблогерством. Я вообще впервые включил видеокамеру в общественном месте, когда к одному из наших операторов была применена физическая сила. И это не было видно на его камеру. Поэтому я был вынужден задоставить свой телефон и снимать со стороны, чтобы было видно, что к нему применили физическую сила. Вы пройдете, иначе я сейчас вызову просто полицию. Вызываете? За то, что вы мешаете вести, понимаете? Вы так приклассно не занимаетесь, я сейчас самую камеру. Мы еще не занимаемся. Вы это дотронулись за человеком. Еще раз говорю, не мешайте работе сотрудников. Потому что вот он держит камеру, а ему вот здесь применяют физическую силу. Он просто не догадался вовремя направить камеру на уровень живота пояса. Соответственно, я сообразил, что он и дальше будет держать камеру. Соответственно, я со стороны начал снимать. Вот можно сказать, с этого и начался мой путь видеоблогерства. У меня, по сути, видеоблог, он служит для вещественных доказательств. Я через видео доказываю, что я ни разу никого не оскорбил, не матерился, никому рукоприклассным не занимался ни разу. Физическую силу не применял. То есть это мои вещественные доказательства в случае разборок. Поэтому полицейские и другие неизвестные субъекты очень не любят, когда ведется видеофиксация. Они опасаются именно того, что вы зафиксируете их правонарушение. Именно поэтому везде стоят видеокамеры во всех заведениях, везде ведется аудиозапись. Но они все эти аудио-видео используют только в свою пользу. Мне даже один из адвокатов сказал, что ты никогда ни одну видеозапись не получишь из налоговой, прокуратуры, еще где-то. Где бы не происходил какой-то беспредел, ничего ты никогда не получишь. Ни одно аудио, ни одну видеозапись. С их стороны. В смысле любой гражданин. Давай не будем говорить о гражданинах. Ну я там имею в виду. Они что даже в налогу выходят фактически кто? Из патрульной машины, вот я допустим получал, то есть там стоят видеорегистраторы. Но я для этого что сделал? Я сразу же позвонил в телефон доверия МВД и сообщил о том, что совершено в данный момент, совершено правонарушение со стороны сотрудников полиции, чтобы они быстро, то есть не могли быстро подтереть этот протокол, то есть видео. И сразу же сообщил, что здесь в машине ведется, прошу, то есть сделал заявление и сказал, что прошу приобщить вот запись видеорегистратора, который вот сейчас работает в автомобиле. То есть в принципе не предоставит. То есть ты позвонил 112, заявил о правонарушении и потребовал приобщить видеозапись, которая велась в данный момент в машине. Да, да, да. Я в телефон доверия МВД позвонил. Ну странно, я вот ни разу в жизни в телефон доверия МВД не дозвонился. Ну. Со своего телефона. Я не помню, куда они меня, они меня куда-то перевели, то есть я когда сказал, мне нужен телефон на доверие МВД, они меня, возможно, даже на дежурную часть, но факт, что это все сработало и было зарегистрировано, то есть и запись мне в итоге предоставили. Да, также эти видеозаписи и аудио можно истребовать через судебное заседание, так называемое. То есть пишите воля заявления, что тогда-то, тогда-то введалась видеозапись техническими средствами самих же полицейских там или, допустим, в налоговой стоят видеокамеры. Данная видеозапись может доказать факт совершения, либо несовершения данного правонарушения. Соответственно, я хочу, чтобы данные видеоматериалы были истребованы там из налоговой, либо из полиции и предоставлены в суде, и исследованы в суде как вещественное доказательство. Такое тоже можно делать. По поводу видеофиксации, раз зато пошла тема, если приходит проверяющий орган, например, полицейский, он имеет право ввести видеозапись только с нагрудного, вот этого, вот, как он называется, с зарегистрированной камерой, правильно? Он же не имеет права вытащить телефон, допустим, или кто-то там, кто рядом с ним? Запись на личный телефон разрешена по гражданским отношениям только с разрешения того, кого фиксируют на данный телефон. То есть, если вы, если у вас разрешение не спрашивали, он не имеет права этого делать. Плюс, они не имеют права использовать личный телефон для служебных целей. Ну, нагрудный может фиксировать, в принципе. Нагрудный, да, он для этого и предназначен. В том числе, передавать ваши персональные данные через личный телефон не имеет права. Да. Это можно, то есть, сразу же, если такое происходит, это нужно сразу же снимать на видео, фиксировать и отдельно по этому пункту, то есть, жалоб, писать. Ну, проверено на своем опыте, это я из своего опыта рассказываю, вот, насчет личного телефона, да, у них, когда меня задержали, да, сотрудники ДПС, то есть, у них одна нагрудная камера вилась, и они свои телефоны подоставали, то есть, на свои, меня никто ничего не спрашивал. То есть, они все равно снимали, единственное, потом, они то, что в протоколе, они указали в Самсунг, и все, марку телефона они указали, и все. Никто у меня ничего не спрашивал, можно или нет снимать. А есть какая-то статья, что нельзя им снимать? Ну, наоборот, нету такой статьи. А можно? Нужно, я точно не знаю, но нужно поднять законодательство, то есть, исследовать приказ именно у МВД. Какой из них, я не знаю точно. Ну, скорее всего, там написано, что запрещено использование личного телефона в служебной цели. Если этого там не прописано, то действуем от обратного. Прямо обращаемся, назовите нормативный правовой акт, на основании которого вы используете личный телефон в служебных целях. Еще добавить хотел. Есть такой момент, сотрудники полиции часто, когда возникают такие спорные ситуации, и они понимают, что они, возможно, сейчас будут совершать правонарушения какие-то с своей стороны, они часто выключают свои видеорегистраторы. Вот этот момент надо фиксировать, и если вы видите, что у него выключен видеорегистратор, нужно обратиться к другому сотруднику полиции с заявлением о том, что вы подозреваете, что сотрудник полиции сейчас готовится совершать противоправные действия в связи с тем, что он выключил свой видеорегистратор. Вы должны попросить, во-первых, незамедлительно включить видеорегистратор, а во-вторых, привлечь его к административной ответственности за данное нарушение. Привлечь, да, но это все усложняется, то есть не каждый сообразит посмотреть на этот видеорегистратор, потому что я на них не... Там лампочка, там маленькая красная лампочка, по-моему, в правом верхнем углу. А вы увидите, если вот они обычно всегда у них работают, но тогда вот они, когда это, они, да, они его выключают, вы увидите, что они там лезут и выключают. А, то есть он что-то нехорошее сказать хочет? Либо сказать, либо сделать. Сказать это самое малое. Ну, обычно же сначала действует психологический фактор, запугать жертву надо. Они не запугивают. Они используют такие слова, навязывая вам свою волю, свое личное мнение, не основанное на законе. Ну, это же все равно запугивание. Нет. Ну, как нет? Пройдемте. Я, как слабая женщина, могу испугаться. А вы знаете, что это такое? Да вы не знаете, вы вот посмотрите, мы вам сейчас такое тут покажем. Оно такое может быть. Ты же так разговариваешь? Да. Я ни разу такое не видел. Ну, у меня ДПС один раз остановили, благо я с мужем была. Он сказал, спокойно, я с тобой. Он ходил вокруг, он звонил на тем, ну, у них на этом же, на патруле написано машина идти, как это называется, ну, номера. Он по ним звонил, одним его переключали, все. Они все ходили, это он все ходил, ну, как бы мы знаем. А вот они меня в машину посадили, обрабатывали. То есть я должна была по их понятию подтвердить, что я совершила право нарушения. Я говорю, я ничего не нарушала. А мы вам сейчас вот тут покажем. Зачем вышла из своей машины? Зачем вышла из своей машины? Давайте вернемся. Нет, ну, это другое. Ну, просто имей в виду запугивание было. Вот именно. Реплика. Частный случай, давайте. Мы сейчас вернемся к этому частному случаю. Таких частных случаев очень много. В общем, все ясно, да? Да, аудиопротокол, это первичен. И в судебных заседаниях, и в приведении любой правозащитной деятельности. Даже если вы с кем-то, куда-то вас кто-то пригласил, или там, я не знаю, пошли в школу на обычную беседу, там, казалось бы, с заучем или с медиком, да? Вам кажется, там ничего серьезного не будет. Все равно включаемся до захода в здание, и включаемся только после выхода. А бывает так, что и дома надо выключаться. Можешь предупредить. Ну, если ты предупредишь, она никогда не скажет тех слов, которые бы она сказала, если бы ты ее не предупредил. Если я не предупрежу, я, получается, нарушу закон. А чем ты нарушишь закон? Потому что я записываю какого-то человека без его разрешения. Народ, давайте не будем в это углубляться. Насколько я помню, я этот вопрос поднимал. Я видел решение суда, где рассматривался этот вопрос, что было какое-то совершено то ли правонарушение, то ли преступление, и кто-то записал аудио, получается, без не спрашивания разрешения. И та сторона, которая совершила правонарушение, давила именно на это, что не спросили разрешения. Но суд постановил, так как данная аудиозапись велась с целью фиксации правонарушения для преступления, то данная аудиозапись может быть приобщена к материалам дела. Есть такие решения. Это судебная практика называется. Такие вопросы выясняются через судебную практику. Набираем в интернете, каждый должен этому научиться. Любой вопрос возник, заходим в Google, Яндекс, Ютуб, набираем вопрос. Судебная практика, разрешение аудиозаписи. У меня суд не принял аудиозапись. Они не приняли. Вы сказали, это вообще ничего, то, что вы записали. Для нас-то вообще пустое место. Для народа не пустое. Ну, для суда это пустое место. Моя аудиозапись, это пустое место. А ты транскрибацию делал? Какую? Аудиозаписи свои. А что это? Это транскрибация называется. То есть ты берешь, вот, идешь на судебное заседание. Мало того, что они ведут аудиопротокол, ты на свой телефон пишешь. Причем ты не обязан уведомлять, так называемый суд, что ты ведешь аудиопротокол. Не предусмотрено законом. Ты можешь ходатайствовать о ведении аудиозаписи, а можешь и не ходатайствовать. Это твое право. Ты можешь самостоятельно писать аудиозапись без разрешения, так называемой черной мантики. Без разрешения. Тебе разрешения не надо. Не про ту ведешь. Я тебя слушаю внимательно. Соответственно, когда проходит судебное заседание, так называемое, секретарь готовит письменный протокол того, что происходило в заседании. Письменный протокол составляется на основании аудиозаписи. Он не сидит же постоянно, не печатает, он может успеть, может не успеть. Они просто потом, я сам это видел, то есть несколько раз, они сидят в наушниках и слушают, печатают то, что вы говорили, что другие говорили, роли распределяют. Вот то, что они аудиодорожку переводят в текст, то есть там составляется таблица, там роль, сначала время, цифра, время, роль, то есть там судья, истец, ответчик, либо защитник, там разные роли бывают. И что сказал? Вот это называется транскрибация. Вот если, допустим, заседание шло три часа, то транскрибация делается полностью по всей аудиозаписи, от начала, как зашли, дверь открыли, и до конца, как вышли. Все то же самое. С перерывами, без разницы, непрерывная аудиозапись. Именно внутри, то есть когда вы, вот Виктор Богданов, он советует вот эту аудиозапись, то есть смотрите, вы до захода в здание включили аудиозапись, зашли в судебное заседание, когда зашли в судебное заседание, вот тут начинается та аудиозапись, которую вы будете транскрибировать. Потому что, ну смысл вам предоставлять суду, потом, позже, аудиозапись, где вы там заходили в здание, проходили контроль, там еще что-то, то есть суду предоставляется именно от начала и до конца заседания. И вот эту аудиозапись нужно перевести в текст, транскрибировать, это транскрибация называется, когда аудио в текст переводится, и вы эти бумаги, то есть с таблицами вот этими, с расшифровкой того, что было сказано на этой аудиозапись, вы, собственно, ручно расписываете, рост приставите и пишете воле заявления, я хочу, чтобы данный документ был приобщен в качестве вещественных доказательств, потому что я на основании своей аудиозаписи, телефон такой-то, модель такая-то, я ввел свои аудиозаписи, вот бумага обязана уже быть приобщена и рассмотрена, так называемой черной мантией, вы можете это оформить в качестве ходатайства, написать воле заявления, скобка ходатайства, и тогда должно быть на ходатайство вынесено обязательное определение, если ходатайство поступило именно в письменном виде, это сказано в законе, то на письменное ходатайство обязательно должны вынести письменное определение, если вы пришли и на словах сказали, вот у меня есть аудиозапись, приобщите, Они скажут, ну хорошо, приобщим, взял и в мусорку выкинул, и все. Это называется устное, на устное ходатайство они выносят устное определение, а иногда мысленное, а иногда вообще никакое, на устное. А если вы напишите письменное, так называемое, ковыщик ходатайства, так вот, в законе сказано, что на письменное именно ходатайство, так называемое, черная матья обязана вынести именно письменное определение. То есть, если она этого не сделает, на нее можно писать сразу частную жалобу. Поэтому очень важно именно письменно это все делать. То есть, многие этого не знают, многие не видят то, что происходит за кадром. Когда я свои видео снимаю, что я там пришел, допустим, в мою пользу было принято решение. Но никто не видит, что я делал за кадром. А за кадром там пишется множество бумаг, штук 40, иногда 50 бумаг, и они подобного рода. Производится транскрибация каждого заседания. То есть, если было два заседания по три часа, это вот три часа, шесть часов аудио нужно перевести в текст. Иногда там по 40-50 страниц получается. И вот это все печатается, подписывается и отправляется, если отклоняют частная жалоба, обжалование через МАУ, то есть, трудов выше крыши. И мало кто об этом знает. И вот именно через такие правильные процессуальные действия они видят, что человек, да, умеет отставить свои права, знает, что делать в каждой ситуации. И грамотно обжалует все действия и бездействия так называемых черных мантий и секретарей. И, соответственно, они совсем по-другому себя в следующий раз ведут и стараются не нарушать. Еще хотел добавить, что из опыта общения судом, если у вас какой-то там по административке идет процесс, если вы не заявили о том, что вы там ведете видео или аудиозапись, готовьтесь к тому, что вас вообще не будут воспринимать. И, скорее всего, материал уже, решение суда уже подготовлено заранее, перед заседанием. Вас просто посидят, поспрашивают вопросы, к которому суду будет плевать. То есть, поэтому по возможности всегда заявляйте суду о том, что вы ведете видео или аудиозапись при заседании. То есть, ну, надо заявлять ходатайство, потому что просто иногда бывают отношения с судью совершенно хамские. То есть, они прямо к вам относятся, как к мусору какому-то. То есть, ну, просто хамское поведение и все. А это происходит именно потому, что многие не знают, как действовать в конкретной ситуации. Как правильно предоставлять доказательства, как их правильно оформлять. Что делать, если не принимают эти доказательства? То есть, на каждый шаг нужно предпринимать определенные шаги, чтобы добиваться своего, оставить свои права. Это и называется право защиты. Когда вы применяете свое право, оно нарушается, и вы знаете, как защитить свое право. И куда пожаловаться, чтобы обязать систему, заставить ее, исполнить ваше право. Мы сейчас, что, дайте мне договорить-то. Я одну строчку только написал. А сколько? Огласите весь список. Если мы так будем двигаться, я тут полный, три года буду рассказывать. Огласите весь список. В общем, при включенном, ну так галочку поставлю, и выключенном телефоне, неважно, запись должна быть. Второе, это то же самое, видео, тут то же самое, включенный и выключенный телефон. То же самое, включается, то есть, прежде чем куда-то зайти, я как ковбой достаю два телефона. Да, включаю на одном аудио, на втором аудио, видео, видео, отдаю телефон напарнику, все, поехали. Вооруженный опасен называется. Всегда, везде, при каждом случае, до автоматизма выработан. У меня телефон. Вот эти всякие отговорки, когда мне звонят и говорят, у меня тут супер-пупер аврал случился, пришла опека, тут просто звездец. Я говорю, аудиозапись есть? Нет. Видео есть? Нет. Почему? Да у меня телефон там разрядился, там место закончилось. Я говорю, ну у тебя же не один телефон. У тебя же есть папа, мама, родственники, брат дома были, у них что, нет телефонов? А у него место закончилось, а у этого память закончилась, а вот и вот что-то программа глючит. Просто нужно подготовиться, то есть нужно большую карту памяти, то есть посмотреть. Отдельный диктофон просто. Диктофончик такие есть, у меня есть. Отдельный диктофон неудобно, потому что отдельный диктофон это как лишний предмет, который, во-первых, это палево для остальных. Да, ты его положишь на стол, все сразу поймут, что идет таблица записи. Когда лежит телефон, наверное, на столе никто не знает, пишет он или нет. Нет, диктофон в кармане пишет. Нет, нормально пишет в кармане. Из моей практики я точно знаю, что все, что засунуто в карман, имеет звуковые помехи. Любое шуршание, движение, это все сказывается на пластике. Пластика передает на микрофон, идет треск, шум и все это забивается. Самый эффективный вариант это телефон. Самый доступный. И самый доступный. У каждого есть телефон. Хороший диктофон стоит хороших средств. Притом, самый главный критерий у меня к телефону, это время работы в режиме ожидания. Поэтому я себе взял два абсолютно одинаковых телефона, одна и та же модель, которые прошли все возможные испытания и могут чуть ли не двое суток вести автиозапись беспрерывно. Vivo Y19. Это не реклама, его вы сейчас хрен где найдете, но есть аналоги. Особенно проблема у телефонов зимой. На улице они, вы их только начинаете снимать, они выключаются. Замерзают и выключаются. У этого телефона только в доме нет. Чем он не калов? Данный телефон я протестировал в приюте Берегиня. Он находится под открытым небом. Минус 25. Съемку 5 часов. Данный телефон выдержал на ура, съел всего 20%. Нет, это не 19. Вот 19. Еще хорошие телефоны это Philips. Они очень хорошо батарейка держат. Особенно серия Xenium. У меня третий телефон это Philips Xenium, который я раньше использовал. Тоже хорошо батарейка держат. В любом случае, смотрите, даже если у вас... Почему очень важно на первом месте стоит именно аудио. Допустим, вы куда-то зашли, к тому же директору. То есть, вы положили телефон, или не знаю, как-то поставили, или в руках держите каким-то вот таким образом, да? Вам говорят, вы что, видеосъемку ведете? Нет. Отверните камеру. Ну, ты отворачиваешь, ну, все. То есть, видео-то уже вот, ну, забито, да? Видео нету. Но аудио-то ведется. И даже если вам скажут, типа, покажи там что-то, вот, выключенный телефон, ничего нет. А аудио и видео пишутся. И даже... Да. Ну, стоишь вот так, играешь телефоном, а аудио и видео пишутся. Я уже об этом говорю в открытую, потому что, народ, времени нет учиться. Давайте быстрее соображайте. Это спецпрограммы, да, какие-то? Ищите сами. Подсказки сделал, то есть, это запись на телефон, аудио с выключенным телефоном. То же самое видео. Это первичные моменты правозащиты. Да, они технические. Но это не так, что это технические вопросы, это ладно, минимум. Это дело техники. Нифига. Это дело именно и техники, и полного автоматизма вот здесь внутри, чтобы вы всегда в любой ситуации, неважно, что произошло. Там, допустим, едете на автомобиле, бабах, что-то случилось, удар или что-то непонятно. Автоматически достал телефон, включил сначала аудио, потом видео. И все, и выходишь, и пошел за это разговаривать. А не так, что выскочил, ой-яй-яй, полиция, туда-сюда. А потом вспоминаешь, а виновник-то уехал уже, и все. И что? Вот даже профессионалы-блогеры, недавно я смотрел случай, блогер с 10-летним стажем, который профессионал вообще. Он переходил пешеходный переход, и на него начал наезжать автомобиль. И он начал с ним разговаривать, а тот вышел, он полез в драку. Ну и дошло до того, что этот водитель сел обратно, и вскользь, короче, проехал ему по ноге. И там небольшой перелом, и он уехал. И этот человек, блогер, он выходит в прямой эфир после этого всего, и рассказывает ситуацию. И когда его такие же профессионалы-блогеры начинают спрашивать, а почему ты сразу не включился? Бывают такие ситуации. Даже у профессионалов, которые привыкли, это называется спровоцировался, среагировался на ситуацию не умом и разумом, а эмоциями. То есть включил эмоции, начал разбираться, там что-то наорал, то этот сматерился и понеслась. Что-то произошел такой колокольчик, дзынь, прозвенел, что-то случилось. В первую очередь достал, включился, а потом разговаривает. Переходим к третьей стадии. Это разговор. Представьтесь, кто бы к вам не подошел, кто бы с вами не заговорил. Можно, конечно, сказать здрасте, там внимательно выслушать. Но в первые минуту, в первые пять минут у вас должен быть обязательно вот этот пункт. Представьтесь. Позавчера ездили в торговый центр. Человека обвинили в краже перчаток. В час ночи поступил звонок. Мы срочно выехали. То есть смотрю, какая-то дверь непонятная, черная. Я открываю, там несколько людей. Я в первую очередь говорю, здравствуйте, представьтесь. Вы кто? А вы кто? Если вы видите сотрудников, похожего на сотрудника полиции, то постарайтесь сделать так, чтобы он к вам первый обратился. Почему это важно? То есть если сотрудник полиции, то первое обращение должно быть к вам. Потому что если сотрудник полиции обратится к вам, то вы имеете право на то, чтобы заявить свое право согласно статье 5 пункт 4 закона полиции ФЗ номер 3, чтобы сотрудник полиции предъявил свое удостоверение. Соответственно, он обязан показать удостоверение. Тут можно и до маски докопаться. Снимите маску, чтобы сверить фотографию удостоверения с вашим лицом. Я всегда так делаю. Снимите маску, я хочу сверить, потому что фотография у вас без маски. Вы либо перефотографируйтесь, чтобы у вас фотография была с маской. Ну все смеются, естественно, начинают. И вынуждены показать свое лицо. Показывать лицо не запрещено. Никаким распоряжением, законом и так далее. Пункт 4. Читаем внимательно, там это все расписано, вот эта схема. Причем не надо грубить, не надо надменно все это делать, надо вежливо разговаривать. А я об этом в самом начале говорил. Да, многие забывают об этом. Сразу идут в атаку. Потому что если вы первый обратитесь к сотруднику полиции, то он скажет, он обязательно, они знают это, они обязательно сошлются, что удостоверение они не обязаны в этом случае показывать. Здесь вам он удостоверение не покажет. А удостоверение... А если у него попросить, по-моему, они по требованию обязаны уже насколько... Только в случае, если сотрудник полиции обращается, там написано, к гражданину. Только в этом случае вы имеете право потребовать предъявить удостоверение. Так закон прописан. Абсурд, но это наше законодательство. Да. Мало кто об этом знает. А они этим успешно пользуются. То есть вы к ним подходите, говорите, здравствуйте, там, разговариваете, туда-сюда. Потом у вас вдруг сомнения возникают, или он что-то там начинает хамить, грубить. Вы решаетесь это удостоверить. А кто же он такой? Говоришь, покажи ему удостоверение. Он говорит, а я не обязан, когда ко мне обращается. И все. Ну, то есть ты уже его сразу как бы опознал, признал сотрудником, да? Нет, он при обращении... Вот здесь он обязан назвать фамилию, специальное звание, не помню должность. Почему это так важно, чтобы сотрудник полиции к вам первый обратился? Через удостоверение вы узнаете его. И номер удостоверения, и до какого числа оно действует, да? И увидите его лицо. Держа вот так телефон, да? С определенной программой. То есть он показывает свое лицо. Я это делал, вот Вячеслав это все видел прекрасно. Ему они ничего не показывают. Я приезжаю, удостоверение журналиста на груди, и начинаю каждого удостоверение. Приспустите маску, покажите лицо. Мне надо сверить с удостоверением. И все, и каждого так поочередно сделал, а потом разговаривал. Нет, это не, мы тоже предоставили, мы так быстро, когда я буду сказал, даже прочитать. А что нужно сказать, если быстро предоставили, показывают удостоверение? Это одно ознакомление. Чем регламентировано это требование? Во-первых, статья Конституции, статья 24.2. Все должностные лица, которые ограничивают ваши права и свободы, обязаны вас ознакомить с правовыми основаниями. То есть основание для идентификации сотрудника полиции является его удостоверение. Удостоверение сотрудника полиции удостоверяет его личность и дает право на ношение оружия. Понимаешь, там один вредный водой готовый взгляд, полицейский водитель, и остальные все предоставили доходное ознакомление. А он вот так вот, знаешь, он правует прикалываться и издеваться. Что в таких случаях делать? Я объясняю. Как ты докажешь, вот в таких случаях, то есть он нарушил, во-первых, Конституцию, статья 24.2, да, то есть права и свободы и дворей. Конституционное право, это высшее право по закону МРФ. Потом он нарушил закон о полиции, там тоже есть, не помню, по-моему, статья 50, пункт 7, тоже обязаны знакомиться со всеми материалами делов, там, с правами обязанности, все, что касается ограничения прав и свободы, со всеми документами. Мало того, что в федеральном законе, конституционном, это прописано в Конституции, еще и в федеральном законе о полиции это прописано. То есть он два основных закона нарушил. Нарушил твое право на ознакомление с теми документами, которые затрагивают непосредственно твои права и свободы. Соответственно, на него нужно, что сделать? Позвонить 112, оставить жалобу. На любое правонарушение либо преступление оставляется жалоба, либо сообщение о совершенном преступлении или правонарушении. Набираете 112 и говорите. Тогда-то, тогда-то. Чтобы оставить на него жалобу, его нужно идентифицировать. А как его идентифицировать, если он не показал удостоверение? Что, никто не знает? Ну, я вот такие не знаю. Да вот, да какие статьи. Вот подошел, непонятно кто, похож на сотрудника полиции. Как его идентифицировать? Зачем кто-то, если? Во-первых, погоны у всех есть. Если вы в звании не разбираетесь, запоминаете звездочки. Вдоль или поперек и количество, и размер. Мне пришлось разобраться, я не служил в армии, но мне пришлось разобраться во всех этих званиях. Это погоны. В погонах все ходят. Второе. Это нагрудный знак. Есть статья о полиции, не помню точно, в общем, неся службу в общественном месте при охране правого порядка. Сотрудник полиции обязан носить. На груди, в районе левого кармана должен быть висеть знак. Читаемый. Нагрудный знак с номером. То есть, элементарно. Если даже у вас первым делом, вы просто можете поднести телефон, чтобы зафиксировать этот номер, можете доставить ручку с бумажкой, можете запомнить. Но если у меня никогда ничего нет под рукой, я даже находясь в камере, если видел кого-то, я сам себя тренировал так. Он мне нафиг не нужен. Ну, там конвоир какой-то со значком идет, он мне нафиг не нужен. Ну, я сам себя тренировал. Я доставал бумажку, специальную ручку или карандаш и записывал номер нагрудного знака. До автоматизма это довел. А когда, если у вас ведется аудио или видеозапись, видят нагрудный знак, вам обязательно нужно произнести его вслух. Обязательно. Потому что там в движении, там разрешение не то, затертый знак или еще как-то. Бывают номера затертые до неузнаваемости, до зеркального блеска. И приходится вот так вот ловить этот солнечный зайчик, чтобы разглядеть, какой там уже номер-то был. Потому что они его затирают иногда. Особенно это очень любят судебные приставы. У них тоже нагрудный знак есть. Вот это всем понятно, да? Сейчас вот поговорим про представьтесь. ФЗ номер 3, статья 5, пункт 4. Выучить наизусть. Чтобы от зубов отскакивал. Увидел? Похоже он на полицейского. Фамилия, имя, отчество, звание, должность, номер нагрудного знака. Представьтесь. Покажите удостоверение. Итак, громко говори, потом он чатает. Тоже пишет. Да? Ну, у меня здесь пишется же. Вот в данный момент у меня и аудио, и видео включено. Только тут что-то я не уловила. Можно открывать на пункт, на жанр. Если я должна вынудить полицейского, чтобы он первый начал разговором, представляться, то как же, зачем мне пользуются этим участком? Чем? Ну вот, увидев полицейского, спросить все его вот эти вот моменты, что там перечислили, звание, как там что-то. Смотрите, еще раз поясняю. У меня разные ситуации будут. Полицейские все разные. Все зависит от человеческого фактора, там, я не знаю, количество оставшихся дней до пенсии. Вот, скорее всего, от этого фактора все зависит. Вот они все так говорят. Мне это неинтересно, мне до пенсии там два месяца осталось. Все. Это непробиваемый человек, с ним очень трудно будет общаться. Через два месяца ему тем более будет. Без разницы, потому что он уже на пенсии. А в данный момент его интересуют только вот эти два месяца, которые ему остались до пенсии. Поэтому они все всегда разные ходят. Кто-то со справкой. Не у всех есть удостоверение. Тот, кто со справкой, не имеет права на ношение оружия. Это тоже повод для жалобы. Есть те, которые не носят нагрудный знак. Это нарушение в общественном месте. Есть те, которые без головного убора по форме. То есть зимой должна быть шапка-ушанка. Я позавчера в этом торговом центре в Ленте видел, ну, я даже не понял, кто это. Потому что форма одежды у него без шевронов, тут полиция, тут вообще непонятно какой-то знак. То ли форму охранника он надел, то ли чего, непонятно. Я такое не видел у сотрудников полиции. Какая-то защитка синяя, это снежного цвета, и у него нет нагрудного знака, и у него вязаная шапочка. Ни удостоверение он не показал, ни справку, ни паспорт, ни погоны я даже не видел. Я не мог рассмотреть, потому что он постоянно ко мне вот так вот со мной общался. То есть он даже мне погоны не показывал. Но на видео, я думаю, зафиксировал. Они ведут на все общения, лишь бы вы не смогли на него пожаловаться. То есть они стараются скрыть погоны, да, не показать удостоверение, чтобы вы сами первые к ним обратились, да. Потом нагрудный знак они всячески прячут, либо затирают. Хотя у них, если даже он у них не висит на груди, он, скорее всего, у них в кармане. Ну, практика показывает, что он у них обычно с собой. Хотя многие и не носят. Это все основания для жалоб. И когда вы видите, вот, если вы это хоть раз заметите, включите любое видео, посмотрите. Даже многие видеоблогеры на это внимание не обращают. А у меня уже глаз набьет, он, я вижу, все, на это уже можно жаловаться. Нет нагрудного знака, все. Уже можно с ним разговаривать по-другому. К нему нет доверия. Он закон о полиции нарушает. А если он нарушает, то какое к нему может быть доверие? Ему сразу можно отвоз заверять. Если он даже с вами начнет разговаривать, сразу можно ответственного вызывать. Потому что сотрудник, если он позволил себе нарушить закон о полиции, не надев нагрудный знак, то к нему уже нет доверия. Можно сразу вызывать ответственного. Ну, давайте это по порядку. Вот, значит, статья 5, пункт 4. Звание. Должность. Ну да, должность. Ну, на самом деле там звучит как специальное звание, я коротко пишу. Должность, по-моему, деле. Звать свою должность, звание, комитет. Что такое вот звание? Это там всякие майор, полковник, младший лейтенант, старший лейтенант. А должность это водитель, следователи там, участковые. Есть водитель, там есть кинологи всякие. Вот это должность. Номер нагрудного знака. Ты сначала вот этому всему научись, Вячеслав. Да, давайте по порядку. Ты вот этого вообще не знаешь. И не умеешь это применять. Ты сначала вот этому научись, а потом иди вот про эти доверенности разговаривать. Вот когда ты научишься на каждого полицейского составлять за каждый косяк его жалобы. И отрабатывать их, и обжаловать, и добиваться, чтобы у него были дисциплинарные взыскания за это. Вот тогда ты сможешь ему разъяснять другие аспекты. Вот так всегда происходит, когда с людьми идешь в видеопоход. Ты пытаешься установить личность этого полицейского. А твои соратники вокруг начинают ему катать про какие-то доверенности. Про СССР там, про юрисдикцию на кондитарном шильфе. Ты что делаешь вообще? Ты сначала выясни, кто стоит перед тобой, на кого жаловаться, если что произойдет. А они ему начинают всякую дичь втирать. У него мозги переклинивают, он начинает беспределить. А потом жаловаться не на кого, потому что вы самый главный шаг пропустили. Ясно? Этим и проявляется тоже дееспособность. Если они видят, что ты знаешь это все, они совсем по-другому общаются. Они знают, что все, его идентифицировали, на него можно пожаловаться теперь. Первым делом, когда производился шмон 3 года назад в камере, когда были пельевые швы, первым делом я даже предполагаю, что шмон производили именно из-за того, что я, находясь в камере, постоянно все записывал. Кого как звать, кто что делал, конвоиры, какие звания, какие фамилии, какие имена. А, я это все фиксировал. Что происходит в камере, что хватает, что не хватает. Я все это записывал, то есть рукописи. Где фиксировал? В камере, когда находился. Нет, на чем? На бумаге. Бумаги не было, но я нашел. Газеты, отрывки, книги, какие-то коржки. Нашел тоже. И когда производили шмон, у меня все эти бумаги зеры, в первую очередь. Сам майор, начальник ИВС. Титов Николай, не помню, Александр Ильич. Наверное, они очень испугались. Конечно, потому что я в психушке то же самое писал в рукописи. Они у меня до сих пор сохранились. И не только у меня. И они этого очень побаятся. Если это все выльется наружу, я не знаю, вот как мемуары других людей. Дожил до 60 лет, а потом бац, и мемуары. Что происходило? Шикарная информация. На самом деле. Так вот, что там? Прочитай закон о полиции. Четыре, которые. Да. Пять, четыре. При обращении гражданину сотрудник полиции обязан назвать свою должность, звание, фамилию, предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения. В случае применения гражданину мер, ограничивающих его права и свободы, разъяснить ему причину и основание применения таких мер, а также возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина. Прознакомчивость, удостоверение. Удостоверение. Как не сказано? Ты прослушал еще раз. При обращении гражданину... К гражданину. Полицейский обращается к гражданину. Да, сотрудник полиции обязан назвать свою должность, звание, фамилию, предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение. По требованию, при обращении. А в обратную сторону, если гражданин обращается к полицейскому, там ни слова про удостоверение. Да, и после чего сообщить причину и цель обращения. В случае применения гражданину мер, ограничивающих его права и свободы, разъяснить ему причину и основание применения таких мер, а также возникающих в связи с этим права и обязанностей гражданина. Нет нагрудного. Нагрудного нет. Это в отдельном приказе, не помню номер, но найдете легко. То же самое, поезд. В ВВД в внутреннем приказе. Нагрудный знак, полиция, закон, либо приказ. То есть учитесь искать информацию. Коротко. Ключевые слова указывайте и сразу ищите, мгновенно. Я так всегда ищу информацию. Я ни у кого не хожу, ничего не спрашиваю. У меня возник вопрос. Я ключевые слова выделил, вписал в поисковик и все, нашел быстро. То есть задача какая? Максимально игнорировать до последнего момента присутствие сотрудников, пока они сами не обратятся. Не обязательно. Нет, но как сделать, чтобы он первый подошел? Ты можешь зайти с ним в диалог, обратиться к нему первым, да? Вот я как пришел, дверь открываю в этом торговом центре в Ленте. Смотрю, там несколько людей. Я говорю, здравствуйте, журналист Антон Николаевич Булгаков. Застырение журналисты. Я по закону о СМИ обязан представиться. Если я надел маску журналиста, я обязан это сделать. Я это делал в первую очередь. То есть я к ним обращаюсь. Я им тоже задаю вопрос. Что тут происходит? Они молчат. Потом один из них говорит, закройте дверь. О, вы ко мне обратились? Будьте добры, представьте, пожалуйста. А он мне начинает. Я к вам не обращался. Как? Вы мне сказали, дверь закройте. Это мгновенно должны соображать. Махан. Вы можете зайти с ними в диалог, поговорить, пообщаться. А потом отойти в стороночку. То есть все, диалог закончился. А потом снова подойти. Смотрите интересно. До тех пор, пока он не сможет, что вы на меня смотрите? О, вы ко мне обратились? Ну, до стерения, придите, пожалуйста. Самое главное, чтобы вы потом смогли доказать, что это имело место быть. Потому что если вы позвоните, оставите жалобу, никто вашу жалобу рассматривать не будет. И даже если к вам придет участковый или вас вызовут, вы объясните, напишите. Если вы не приложите доказательств, никто вам не поверит. И жалобы не будут рассмотрены. Но если у вас будет вот такая штука, и вы сможете предоставить и аудио, и видео файл, да еще и транскрибировать его, да еще и скриншоты понаделать, распечатать, и приложить в качестве письменных, вещественных доказательств, то все может получиться. То есть, в принципе, если даже мы ведем диалог с полицейским, то он в любом случае обязан представиться. В любом случае. Вот я и написал, универсальный. То есть, исходя... Пока он молчит, он не обязан представляться. А когда он заговорил, оп, попался. Нет, это касается только удостоверения. Ну, удостоверение я... При обращении полицейского к нам, мы имеем право требовать удостоверения. Ну, то есть, вот он стоит, молчит, мы хоть тресни с него не вытянем вот эти данные. Но если он заговорил, тут ему деваться нет. Нет, некоторые... По-разному бывает. Бывают нормальные люди, служат под погонами. То есть, я это называю погоной выше плеч у таких людей. То есть, для них звание, должность, закон выше, чем собственные плечи. Вот это нормальные люди. То есть, с ними разговариваешь, разговариваешь, а потом... Они иногда сами показывают. Вот, да, я сотрудник полиции, что ему скрываться. Он ничего не собирается нарушать. Он нормальный живой человек, только под погонами, под должностью. А бывают те, у которых погоны не то, что ниже плеч, они же плинтусы. Они их топчат, ходят. Они их растоптали уже давно, и они давно стерты в пыль. Вот с такими людьми надо действовать четко по закону. А вот в законе о полиции, там же сказано, что когда полицейский подходит к гражданину, он просто обязан представиться. То есть, мы его, по идее, не должны просить. Он обязан подойти, представиться, сказать цель там, ну и все. Совершенно верно. Если он этого не сделал, он уже нарушил. Да, да. Уже можно составлять жалобу. То есть, это же уже как бы... Да. У нас задача его данные как бы узнать. Если он не представился, то у него заявление... Неважно. Если у него не есть нагрудный знак, вы уже его идентифицировали, если записали. То есть, вот правильно говоришь, многие блогеры на это обращают внимание. Вот, допустим, недавно приезжали блогеры, клуб Патриоты и надзор СПБ. И когда вот они несколько раз политических вызывали, они подходят и говорят, здравствуйте, что у вас случилось? И один из них начинал сразу комментировать. О, здравствуйте, это, наверное, это специальное звание, да? Там, что это должность, случилась эта фамилия, а у вас это причина и цель обращения. Так что ли? То есть, вот что он должен сделать в первую очередь. Ну, можно опустить там здравствуйте, но он должен назвать специальное звание, должность, фамилию, причину и цель обращения. А номер нагрудного знака вы уже должны сами зафиксировать. А те, кто не представляет, не делают вот это, но у них есть нагрудный знак, то многие блогеры к ним прям так обращаются. Номер 016-030, будьте добры, сделайте это вот. По номеру к ним обращаются. Потому что он сам не назвался, ты его просить об этом не обязан, потому что он первый подошел. Он обязан был представиться. А если он нарушает закон о полиции, какое к нему может быть уважение? В таких случаях многие блогеры сразу на «ты» переходят и по номеру его к нему обращаются. Так, бывает, что удостоверения у сотрудника нет. Это говорит о чем? Что это либо стажер, либо у него в стадии учебы получает звание. То есть они показывают справку в формате А4, они разворачивают справку. Так вот, с любой справкой они обязаны показать паспорт Российской Федерации, чтобы идентифицировать, чтобы мы тоже знаем. Справка, кстати, не дает права на наношение оружия. Если он находится с оружием, то тоже уже можно жаловаться. Соответственно, на любое вот это нарушение, звоним 112 и оставляем жалобу. У нас в Сургуте очень редко кто оставляет на полицейских жалобы. Они вообще к этому не привыкли. Я говорил об основных принципах, которые любой может применять. Вне зависимости от самоопределения. Кто, кем он себя считает. Человеком, гражданином, физическим лицом. Живым мужчиной или живой женщиной. Без разницы. Вот это применимо ко всем сотрудникам полиции. То, о чем я говорил. А все остальное, все там вышестоящие знания, до которых мы докопались, это потом обсудим. Это к правозащите, в принципе, не относится. Это уже высший пилотаж, высшая школа. Мы сейчас вот первый класс АЗИ изучаем. То, что мало кто знает, и мной это проверено на практике. Так, дальше. Это было у нас... Представьтесь. Я это чаще всего говорю, что это нулевой пункт. В любом разговоре. Представьте. Даже в телефонных разговорах мне кто-то звонит там. Антон Николаевич. Я говорю, слушаю. То есть я не подтверждаю. Говорю, ни да, ни нет. Меня всячески пытаются идентифицировать. Я говорю, я слушаю вас. Это вы? Я вас слушаю. Говорите. Вот такие правильные слова позволяют выйти на то, что человек, обращаясь, он откуда-то уже знает персональные данные какие-то. И в первую очередь, ваша задача выяснить с той стороны хоть что-то. Хотя бы имя. Ну, понятно, что ты сейчас уже все научены, и мало кто им что скажет, представится. Бывает, что должностные лица звонят и называют только фамилию и должность. И то очень редко. А бывает, что и имя, и отчество называют, и из какого города, и по какому вопросу. Но видно сразу, что человек ничего не собирается скрывать, и обычно нормальный диалог происходит. Но если диалог не в вашу пользу, то, скорее всего, они это все будут скрывать. И вот этап, представьтесь, он позволяет выяснить вообще цель звонка. Скрытно. То есть, если тот звонящий и обращающийся к вам отказывается, по полной программе представится, как это положено по закону, и так, как это требует вообще любой разговор. То есть, фамилиями, отчество, чтобы к вам обращаться нормально по-человечески, да, там, на вы, по имени, отчество. Должность, причина и цель звонка. Если человек все рассказал, значит, у него, скорее всего, благие цели. Он не собирается ничего нарушать. Если он все скрывает, ну, скорее всего, либо мошенник, либо с какой-то провокацией позвонил. Это очень важный этап. А потом, вот он первый пункт, добрались. А потом сам разговор. И вот здесь уже вступают всякие разные правила, о которых я в самом начале говорил. Не хамить, не грубить, не переходить на личности, не пудрить мозги всякими постановлениями и доверенностями. А в первую очередь выяснить вот причину и цель звонка. Для чего вы позвонили, что вам нужно. Потому что нулевой пункт, кто вы. Тут уже все ясно. Либо инкогнито звонит, неизвестно кто, либо нормальный человек, в котором нечего скрывать. А дальше уже разговор, чего вы хотите. Ваш главный вопрос, второй, это вот, чего вы хотите. В законе полиции это прописано как причина и цель звонка. Ой, обращение. Ну я думаю, для начала достаточно. Время еще есть? Тогда вопросы? А, да, задержание. А, если они не представляются, а сразу тебе говорят, давай паспорт. Вот. Чтобы истребовать у вас документ удостоверяющий личность, не паспорт, а документ удостоверяющий личность, что это может быть? Не только паспорт. Водительские права, признанные, по-моему, Верховным судом, как являющимся удостоверением личности. Это ГИБД, по-моему, или ГАИ, так называемое, оно пыталось доказать, что права не являются удостоверением личности. Человек подал в суд и выиграл. Суд признал, что водительские права являются удостоверением личности. Военный билет, пенсионное удостоверение. Что там еще? Я не помню, почитайте. Загранпаспорт тоже. То есть, вот они, там их много на самом деле. Что? Руки. Подавать надо или нет? Подожди, подожди. Почему на почте не работают? Вот эти удостоверения личности не одно. Потому что не умеешь разговаривать? Потому что не умеешь разговаривать. Так мы ходили на почту, я сама личность снимала, я сама личность задала этот вопрос. И она мне сказала, что у нас только паспорт гражданина Российской Федерации. Я сама лично переспросила и сказала, вот в сеть назвала документы, она сказала, нет. И твои действия? Я записывала, я была первая. До свидания водительской вы можете предъявлять только в ГАИ. Это понятно, что она сказала. Ваши действия? Они могут говорить что угодно. Ваши действия какие? И все. И все? И пошли дальше. Я пошлю. Я вам запрос. Иди. Да. Давайте вот второй пункт тоже очень важный. На любые хотелки, при разговоре, при общении, там, неважно где, в письменном виде или еще как-то. На любые хотелки, любого должностного лица, в любой ситуации. Вам говорят, сядьте, отожмитесь там, присядьте, отожмитесь 20 раз. Оденьте маску там. Предъявите именно паспорт РФ, а не какой-то другой документ удостоверяющий личность. А я хочу, чтобы вы там пошли в магазин, мне купили сникерс. На любую и хотелку, каким нормативно-правовым актом вы регламентируете ваши действия. Короче, этот вопрос звучит как «сошлитесь на норму права». Что такое нормативно-правовой акт? Это любой документ, ограничивающий права и свободы граждан в той или иной степени, обязательный к исполнению всеми должностными лицами и зарегистрированным в Минюсте. То есть, если это вдруг вам говорят, а вот распоряжение губернатора там, а оно зарегистрировано в Минюсте? Насколько я знаю, нет. Ну, а если оно не является НПА и необязательно к исполнению всеми должностными лицами, почему я его должен исполнять? То же самое про паспорт. А нам нужен только паспорт Российской Федерации. Мы только по нему выдаем. «Сошлитесь на норму права». Мне так делали. Я приходил на почту какую-то, мне говорят, красная ручка нельзя писать. Мне говорят, сошлитесь на норму права. Оно мне вытаскивает внутренний регламент ПГУ Почты России. ПГУ еще до переименования в это, переорганизации вакцинированного общества. Документ полностью сырокопирован. Вот такая стопка. Не прошит. То есть, я сразу начал называть признаки того, что это не является... Не то, что НПА, это вообще даже не документ. Во-первых, сырокопия. Во-вторых, не прошито. В-третьих, нет отметки о том, что это является заверенной копией. Нет отметки, где хранится оригинал данной копии. Нет подписи должностного лица. Нет должности должностного лица. Более того, данный документ никем не утвержден. Сверху, справа, вверху нет подписи, кем не утверждено. И не стоит дата. Более того, сам документ относится к юридическому лицу ФГУ Почты России. В тот момент я разговаривал с представителем АО Почты России. То есть, она ссылалась на документ другой фирмы, другого юридического лица. Я это все пояснил, она просто взяла и была вынуждена разрешить мне писать красную ручку. Ну, нечем крыть. Это игра в карты, понимаете? Они вам говорят, вот кидают карту, нельзя писать красной ручкой. А вы им раз-другую кроете эту картой, вот, вот, это называется козырная карта. Джокер? Нет, не жокер. Ну, а если не сработает? Если все равно скажет, нет, нельзя. Что значит нельзя? Ну, скажет нельзя, не пишите красную ручку. Не прямой и все. Вот она упрется, вот, какая-нибудь и все. Которая два месяца до пенсии, она сказала. Да, подождите, подождите. Уперлась. То есть, не хочет основывать свои действия на нормативно-правых актах, правильно? Вы, во-первых, должны об этом озвучить. Значит, вы ваши действия основываете не на нормативно-правых актах. То есть, ваши действия подпадают под признаки, это, имеют признаки состава преступления предусмотренными статьями, там, я не помню. Самоуправство. Превышение должных полномочий 286-я у КРФ. Ну, это злоупотребление. Ясно? Это по административке 19.1, это самоуправство. Пожалуйста, вызывайте 112, оформляйте. Многие так делают на почте. Превышение должных полномочий 286-330. Какие? Вот, допустим, сейчас перечислили. Если ООН уперся от такой, мои действия, значит... Ну, мы все. Давайте мы все. Мы все тут написаны. Их хватит. Оно упоминание уголовного кодекса, я думаю, отрезвляющее будет. Да, то есть, если... Нет, нет, бывает. То есть, должностному лицу говоришь так, если вот она не может ничего, упирлось. Значит, я пойду жаловаться. Давайте, назовите мне свою должностную, вышестоящую организацию, я пойду туда. Раз вы не можете решить мою проблему в данном случае, я пойду выше. Пусть они решат, помогут, пусть они вас научат. Я не пойду, вызовите старшего. Нет, ну, если они находятся территориально, ладно. Ну, что? Пусть вызывают. У меня не волнует, я сюда пришел бы телефон. Ну, вот я пришла в паспорт на историю, мне отступили и сказали, мы не принимаем документы. Как это вы не принимаете, справки? По поводу паспорта РФ, вот, возвращаясь к полиции, да, полицейские обычно сразу говорят, типа, вы хотите, пожалуйста, или, допустим, приехал наряд полиции, вы говорите, я хочу написать жалобы, сообщение о совершенном преступлении, либо заявление. Они сразу требуют, либо сразу требуют, либо даже при простом разговоре. Обычно всегда, в большинстве случаев 95%, они говорят, предъявите ваш паспорт, покажите ваш паспорт. Тут ни в коем случае с ним нельзя спорить, надо спокойно разговаривать и говорить. Ну, это, а на каком основании? Потому что, чтобы, так называемый, гражданин предъявил паспорт, существует в российском законодательстве всего 4 причины основания. Это вам домашнее задание узнать, какие имени. Я говорил сто раз. Да? Говорил? Говорил, но забыл. Не все записано. Нет, не слышала. Нет, ну должна быть ориентировка. Ориентировка. Так, ориентировка. Давайте все вместе. Вставление материала. О нарушении. Находится в розыске. Заявление от заявителя. Есть заявление от коволитета. Либо, что именно вы совершили какое-то правонарушение, либо преступление. И четвертое, это вы, есть основания подозревать вас в совершении правонарушения, либо преступления. А вот это подозрение, оно на чем основано? Оно как-то, тоже там, бумага какая-то там. Или просто он заподозрил? Да, как вот это подозревает? Я вас подозреваю в совершении преступления. Вот тут возникает конфликт интересов, так называемый. Точнее, конфликтная ситуация. То есть, вы говорите одно, вам утверждают обратное. Вам говорят, что, многие говорят, да мне не должно быть основания. Я в любом случае могу проверить ваши документы. Мне это не надо. Многие так говорят. И даже их нужно просвещать. Нельзя к ним относиться, как к безграмотным, неумехам, которые осталось там два месяца работать. Все равно нужно просвещать. Заучите наизусть. Назовите ему эти основания. Лучше с собой в письменном виде. Показывать тем, кто не верит. Да нет, лучше просто знать. Знания все вот здесь должны быть, в первую очередь. А бумажки – это в помощь. Бумажки можно отдавать в тех ситуациях, когда ты не можешь живым словом действовать. У меня такой подход. Я стараюсь живым словом все разъяснять. Я бы ему это все разъяснил, хотя это по закону, а полиция – это они мне все должны разъяснять и объяснять. Вот мы то, что зачитывали, обязан разъяснить. Мало того, что причины и цели обращения, причем он к вам подошел. Причем они иногда путают причину и цель. Говорят, поступил на вас вызов. Я говорю, цель назовите. Он говорит, на вас написано заявление. Так я говорю, это причина, а цель-то какая? Чего хотите. То есть они не понимают, в чем разница между причиной и целью. Они думают, это одно и то же. Заявление написали, причина. Заявление написали, цель. Какие цели будут? Ну, проверить, установить. Цель – выяснить обстоятельства. А можно вопрос? Опять. Короче, получается, там же вроде бы, если я не ошибаюсь, вносили какие-то изменения. Если я отказываюсь им предъявить паспорт, когда они это расценивают как неповиновение. Все правильно, все правильно. Ни в коем случае не отказывайтесь. Вообще забудьте про слово «отказываюсь». Вот я создал этот, как сказать, не знаю, прецедент или нет. Три года назад мы ходили в мировой так называемый суд. И там совершился беспредел со стороны приставов. Там была вызвана полиция, нам вменяли 20.1 в мелкое хулиганство, якобы мы матерились. И приехало несколько нарядов полиции, вплоть до того, что там чуть ли не полковник приехал. И, короче, они мне все уговаривали, говорят, пойдемте в автомобиль. Я говорю, я не хочу. Говорит, вы отказываетесь? Я говорю, нет, не отказываетесь. Они говорят, ну тогда пройдемте. Я говорю, я не хочу. Ну, значит, вы отказываетесь? Я говорю, я и не отказываюсь, и не соглашаюсь. Они говорят, как так? Я говорю, вот так бывает. Мозги сломают. Они не видят третьего варианта. Абсолютно. А я им этот вариант показал. И они долго думали, что делать. Система всегда будет в каких случаях встает в тупик. Это вот и называется троид. Это вот троид именно отсюда пошло. Когда тебе говорят либо первое, либо второе, ты предлагаешь третий вариант. Вот тогда начинает троид. Как так три? Я привык два из двух выбирать, а тут третий. Да. Как так? Я не отказываюсь. И не даю свое согласие. И не даю свое согласие. И они не знают, что вы делают. И ты работаешь дальше. И никто не отстраняет. За, против и сдержался. Так вот, нельзя никогда отказываться. Нужно действовать. Народ, нужно действовать в строгом соответствии с законодательством. Чтобы удостоверить вашу личность, и вы были обязаны предъявить паспорт, нужно как минимум одно из четырех оснований. Соответственно, вам нужно выяснить обстоятельства, то есть основания. На каком основании я должен что-то вам показывать? На каком основании вы хотите удостоверить мою личность? Если он... Чаще всего они сразу начинают там троить, грубить, хамить, и всякие небылицы рассказывают, что я имею право и без этого. Да вы сейчас заедете, вы отказываетесь, и сейчас я применю физическую силу. Как только у вас начинается какой-либо конфликт, если сотрудник полиции отказывается соблюдать законодательство Российской Федерации, хотя он давал клятву, когда поступал на работу, точнее на службу, они очень часто путают эти два слова. Они считают, многие из них считают, что они работают, и получают заработную плату. Не за службу, а именно за работу. Так вот, в любой конфликтной ситуации, это даже прописано в законодательстве тоже, это, по-моему, ФЗ номер 3, закон о полиции, в случае возникновения конфликта, имейте право вызвать ответственного. А если вот он, допустим, скажет, я вас подозреваю, пожалуйста, предъявите. А основания для подозрения какие? Ну, а вот вы похожи. Сейчас нам кого-то ограбили, я видел, он побежал, запомнил, а вот вы на него похожи. Он же может спокойно сказать так. Может. Ну, так если он так и сказал, то... А кого ограбили, где, когда? Разъясните мне все обстоятельства. Я тоже должен знать. Там прописано тоже. Вы мне расскажите все обстоятельства. А может, у меня алиби есть? Может, у меня вот тут очевидцы рядом, которые докажут, что я час назад здесь, на этом же месте стоял? Понимаешь? И все ваше вот это подозрение, оно рассыпется. То есть требовать с него объяснения? Конечно. Он обязан разъяснить все, что касается ваших прав и свобод. Не разъяснил уже нарушение. Да. Основания для подозрения какие? Был звонок в полицию, номер КУСБ зарегистрирован. Какие основания? А если вы похожи на там разыскиваемого? Ориентировку? Ориентировку. Откажите ориентировку. Обязаны ознакомить. Поедемте, сейчас покажу. В смысле поедемте? На основании чего сюда тебя должен забрать? Ты должен показать ориентировку? Все действия, что ты работаешь. Так, народ, народ. Тренировку потом пройдем. Это и все ситуации обыгрываются. Легко и просто. Давайте про субординацию еще раз. Смотрите, очень важный момент. Везде пригодится. Если у вас там кто-то позвонил, или вы пошли к директору, я не знаю, с охранником разговариваете, неважно с кем, с продавцом, всегда действует принцип субординации. Вот у меня как в Сургутнефтегазе было. Я в отделе ОСУ устроился, две недели устроился. Неделю проходил медосмотр, а неделю внутренний инструктаж. В итоге пришел, маленький кабинет, в два раза меньше этого, сидят четверо человек и показывают на стульчик, говорят садись. Я сажусь, мне дают такую стопку документов, читают. Я читаю. День читаю, два читаю, на третий день у меня возникает вопрос, а где мой компьютер вообще, где мой рабочий стол, где мой телефон? Я что, сюда пришел читать что ли, читальный зал? Я подхожу, кто рядом сидит, я говорю, где мой стол, где мой компьютер? Я не знаю. А кто знает? Не знаю. А кто твой начальник? Вот там сидит. Пошел к нему, говорю, где мой стол, где мой компьютер? Не знаю. А кто знает? Не знаю. А где твой начальник? Вот там сидит. И так два раза, три раза. На четвертый раз меня поймали в коридоре, потому что я уже шел там чуть ли не к заму директора. Меня поймали в коридоре и сказали, что сейчас что-то будет, погуляй сейчас, через 15 минут все будет. Все. Очень главный принцип – субординация. Если кто-то некомпетентен, не соображает, отказывается соблюдать законы, вот то же самое про НПА, да? Вы разговариваете на почте с обычным почтальоном, он вам говорит только паспорт. Ну ты не соображаешь, по субординации идем куда? К начальнику подразделения. Начальник подразделения не соображает, некомпетентен. Идем куда? Выше главпочтамп. Там телефон висит, 8 800. В случае там, если вы простояли в очереди больше 10 минут, звоните 8 800. Тоже туда звоним, оставляем жалобу. Вызываем полицию, нарушаются наши права и свободы. Это тоже все принципы субординации. То же самое в общении с полицейскими. Если он говорит, что ему не нужны основания для того, чтобы вы предъявили паспорт, то, соответственно, он уже, можно сомневаться в его компетентности. То есть вы сомневаетесь, а он не сомневается. Конфликт чего? Интересно. Соответственно, звоним 112, либо пускай он вызывает, то есть можно в него потребовать, чтобы он вызвал ответственного, либо созвоним 112. После этого ждем ответственного. Приезжает ответственный, с ним разговариваем. А там уже совершенно другое звание, совершенно другая ответственность. Ответственного можно сразу пожаловаться на этого полицейского в устной форме? Она должна переливаться, на что вы жалуетесь конкретно, сказать ему? Можно. Любой сотрудник полиции обязан принять жалобу от любого. В устной форме можно, да? Да, в устной форме можно. Он нарушен права. Закон 59 ФСЗ, статья 4, позволяет подавать в устное обращение. Закон 59 ФСЗ, статья 4, почитайте. В том числе в устное обращение. И многие об этом тоже не знают. Приезжает полицейский, говорит, нате, пишите, заполните, у меня бланков нет. Ничего не знаю. Путин сказал, вы всем обеспечены. Так что ходите, езжайте в отдел полиции, хотите еще один наряд вызывать, хотите такси заказывать, чтобы вам бланки подвезли. У вас все должно быть. Доставайте бланк принятия устного сообщения о совершенном преступлении. И принимайте это сообщение. Я буду диктовать, вы будете писать. Это их работа. В кавычках. Точнее служба. Подожди. Был случай, я не знаю где, в каком городе, давно, года два назад, реальный случай, человека какой-то гаишник достал, что-то несправедливо с ним поступил. Так этот мужчина, чтобы не нарушать закон, но, скажем так, дать понять, что он на стороне закона и хочет по воздействию как-то на гаишников со стороны закона. Но он понимал, что он мало чего может сделать. Короче, он решил, что сделать. Он пошел в ГАИ и с утра до вечера сидел там и писал разные жалобы, заявления. По любым поводам. Там знак, там тротуары, там еще что-то. И вот целый день, причем не сам писал, а постоянно сотрудников ГАИ требовал. И они постоянно сидели и писали. По двое, по трое. И так он неделю, вторую, потом вызвали и сказали, слушай, это невозможно. Трое сотрудников, у них руки болят, они писать не могут. Ничего не знаю, по закону положено. Все, пишите. Или устное обращение. Не подать, а чтобы вы приняли сообщение, мое устное сообщение о совершенном преступлении. Не надо им ничего подавать. Примите. Я буду говорить, вы записывайте. Наберите в Ютубе слово просрочка и смотрите великих ютуберов Рунета, которые все это рулят на ура. И никто с ними ничего сделать не может. Все в рамках закона. Так, по причинам ясно, про субординацию рассказал. Ну, остальное на потом. Вопросы? Про обращение. Мы ничего не пришли, потому что он говорит, я не должен, у меня нет времени терять его на вас. Там есть какие-то проблемы. Я сейчас про что говорю? Это понятно. Но в концовке он все равно на этом обращении он написал. Что написал? Ну, то, что я ему говорил с моих слов. А вверху что было написано? А обращение. А обращение отличается от сообщения о совершенном преступлении в порядке УПК-141. Уголовно-процессуальный кодекс. Есть разница? Ну, я хотел написать заявление бумажей. У нас, говорит, нету таких укладок, что ты... Так он тебя ввел в заблуждение. Я тогда еще не знал. Ты сам, во-первых, мог взять чистый листок бумаги и написать от руки. Это раз. Во-вторых, ты мог сказать ему это сделать. Согласно закону 59 ФЗ, статья 4. Я сейчас не знаю. В то время я не знал. Так я о том вам и говорю, что у вас нету знаний базовых. А вы куда-то рветесь там про доверенность, чтобы какую-то юрисдикцию разговаривать. Вы куда-то рветесь, если голубок кипит, то не важно. Я приехал за товаром. Есть такая штука, туалет называется. Вот туда надо ходить в таких случаях. Нет знаний, не лезь. Ну что, вопросы какие еще? Это они тебе устно ответили? Ну, знакомому, да. Вот еще главный принцип. Когда вы в разговоре кто-то либо на что-то ссылается, говорит на основании распоряжения губернатора или еще чего-то, какую-то вам пытается, грубо говоря, дичь втирать. Даже под музыку. Про дичь. А, когда вам пытается какую-то дичь втирать, совершенно непонятно. Вот, допустим, вы говорите там, вы мне отказываете? Они говорят, да, мы вам отказываем. На основании чего. А у нас распоряжение губернатора. И когда у вас кончаются аргументы, у меня обычно не кончаются аргументы. Я могу бесконечно разговаривать. И обычно мой собеседник сдаётся первым. Но бывают ситуации, когда кончаются аргументы. И либо человек такие фразы наговорил, что вам это очень выгодно зафиксировать на бумаге. Вы ему говорите, отлично. Вот теперь то же самое только в письменном виде. Ясно? Ну, то есть отказа об оказании... Сошлитесь на норму права и поставьте свою роспись. То есть возьмите на себя ответственность. А это очень мало кто делает, потому что это либо самообразство, либо превышение должностных полномочий. Ну, то есть фактически официальный отказ в совершении... Можно то же самое сделать, приложив к своему сообщению о совершённом преступлении аудиозапись, транскрибации и видео с анскрешотами. Видишь как? Ну, они в таких случаях обычно говорят, мы отказываемся. Если вас что-то не устраивает, обращайтесь в полицию либо в суд. Субординация, полиция... Я понимаю, просто это их... Вызовите своего вышестоящего руководителя. Субординация, полиция, суд в конце концов. Иногда приходится в так называемый суд обращаться за защититель своих пап. Премий больше прилетит, чем рядовому сотруднику в случае оспаривания всего этого. Так что... Интереснее будет. Самое главное, если не уверен, прежде чем вызывать полицию, нужно позвонить каким-то своим знакомым, чтобы они приехали и были как свидетельцы. Да, потому что с одним человеком они могут сотворить чудеса. Никаких-то вызовешь, они тебе так ситуацию ухудшат, ты знаешь. Такие граждане СССР... Нет, желательно, желательно, конечно, которые в теме, которые, ну, осознанные. Надо по ним, чтобы они умели общаться. Народ, в право защите нужно стремиться к самозащите. У меня в жизни уже за последние три года было множество ситуаций, когда я оказывался совершенно один. И не то, чтобы позвонить, даже вот людей рядом не было. И приходилось включать соображалку не то, что на 100, на 200, на 300, на 400 процентов. И возникало такое ощущение, что вот тут у меня там сидит один знакомый, другой знакомый, этот правовед, этот юрист, этот другой человек. И вот я чуть ли не там у себя в голове начинаю с ними советоваться. А что бы тот сказал, а что бы этот сказал? А, этот вот мне подсказал, что МПА надо, тот говорил про субординацию и начинает это все сам вспоминать. То есть самозащита должна быть. А если вы начнете вызывать кого-то, во-первых, вы не начнете сразу думать о том, что вы кого-то вызвали, где он едет, не едет, он вам начнет звонить, вы ему звоните, вот на это тратите внимание, лучше уж потратить на внимание, на вас сосредоточиться, на том, какие аргументы использовать и вспоминать главные принципы. Вот на этом сосредоточиться. Если вы куда-то и собрались и знаете, что будет какая-то ситуация непонятная, то лучше сразу идти вдвоем-втроем. Об этом я говорил, статья называется «Прежде чем идти в поход» или третья лишняя. Я там описываю основные принципы видео похода. Оптимальное число четыре человека. Два видеооператора и двое говорящих. Я к чему говорю, то, что когда ты вызвал кого-то, он даже просто со стороны когда тебя будет снимать, тебя уже будет как бы самому немножко поувереннее себя чувствовать и в то же время менты уже будут думать, что они уже будут вести себя по-другому, потому что они будут знать, что тебя уже снимает кто-то со стороны. То есть это тоже немаловажный я считаю такой аспект. Абсолютно верно. А еще лучше... Там какой-то знакомый, он левый, но он просто пусть снимает тебя и все. Пусть молчит, но снимает. И тебе уже как-то поувереннее себя чувствуешь ты. А еще лучше не видеозапись, а прямой эфир. А, ну... Один в YouTube, другой в ВК. А третий вообще неизвестно откуда-то со стороны с максимальным зумом тоже стоит. И никто его не видит. Не означает так спросить. Ты в прямом эфир даешь? Да, да. Так а что стесняться? Напрямую говоришь, нас смотрят 600 человек. Слушаем вас, представьте. Это все мои очевидцы, все мои свидетели. Полиция всегда уже по-другому будет. Да. Когда ты просто один стоишь и с ними это можно и в одиночку сделать. В одиночку включить прямой эфир и даже если тебе телефон разобьют или изымут, прямой эфир кто-то из 600 зрителей успеет записать, видя, что ситуация накаляется. Они не успеют удалить. Поэтому говорю, вот этому всему нужно учиться. Вести прямые эфиры, аудиозаписи, субординации, НПА. Это все нужно учиться разговаривать и действовать правильно. Без эмоций, без осохраблений, без перехода на личность. Почему положительный эмоций? Положительный юмор очень помогает и спасает. Но очень аккуратно с юмором, потому что некоторые так юморят, что переходят неосознанно на личности. Чаще всего у них нет чувства юмора. У кого? Да какая разница, есть у них или нет. Вы за собой следите. Мы с юмором? Конечно. Ну скажут клоуны. Не надо искать виноватого на той стороне. А ну правильно. Дуракам всегда везет, дурачком притворился и все. Да не надо никем притворяться. Надо себя поставить на место и стоять в этом месте. Я имею право на то-то, на то-то и настаивать на этом. Самостоятельное право защиты. Стролировать каждое слово свое. Все. Давайте закончим. Благодарствую. Спасибо за субтитры DimaTorzok. Продолжение следует...